приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала нижне тагильскую исправительную колонию номер 13 в народе называют красной уткой считается что слово утка закрепилась за названием учреждения как синоним сплетни доноса по которым туда попадали враги народа ведь работать колония начала еще в 1957 году в системе нквд а красной считают ту зону где установлен полный контроль администрации и жизнь идет по уставу они по понятиям разумеется краснее тюрьмы в которой сидят менты природе быть не может известно что и к 13 издавна считалась красной зоной той где всеми внутренними процессами управляет администрации они зэки за более чем полвека существования колонии в ней пересидело множество высокопоставленных чинов всех мастей однако сейчас здесь отбывают наказание исключительно бывшие силовики и экс работники в син всего около 2000 человек в том числе и два генерала самые ходовые статьи коррупция взятка мошенничество и наркотики сроки разные от 3 до 10 лет лишения свободы по колонии бывшие силовики перемещаются исключительно строем а установленные камеры позволяют обеспечивать надзор над всей территорией если говорить о самих зэках то настоящих бывших сотрудников силовых органов здесь не так много как кажется более 30 процентов это обычные люди когда-то проходившие службу во внутренних войсках или погранслужбе фсб среди остальных заключенных много людей для которых служба в правоохранительных органах было ничего не значащими краткосрочным эпизодом в биографии достаточно прослужить считанные дни стажером не пройти стажировку и пусть это происходило давным-давно человек отныне считается бывшим сотрудником всех их отправляют сюда или в подобные колонии которых по россии наберется более 10 13 почти не действуют типичные зоновские понятия и законы силовики даже отсидевшие более чем по 10 лет не слишком подвержены криминальным правилам проштрафившихся в силовых структурах и угодивших на зону сотрудников сначала помещают на карантин это отдельное знание не выходя из которого осужденные проводят две недели период адаптации с ними работают психологи а также проводится медицинское обследование первоходов и рецидивистов вместе не содержат для осужденных повторно существуют отдельные отряды сейчас колонии два отряда рецидивистов около 130 человек из карантина осужденных переводят в отряд обычного содержания по правилам внутреннего содержания заключенным в этом отряде положено 4 посылки и 4 свидания в год свидания бывают кратковременные когда осужденные общаются с родными как в кино или стеклянную перегородку при помощи телефона а также свидания длительные продолжительностью до трех суток они проходят специальном корпусе где есть несколько отдельных комнат в них заключенные во время свидания живут вместе с родными в общем отряде заключенные ночуют в помещениях казарменного типа комнате воспитательной работы есть неплохой телевизор несколько настольных игр и библиотечные книги камеры века 13 действительно напоминают армейские казармы в них есть дневальные подъем в 6 часов утра отбой в 10 вечера по словам замначальника колонии по кадрами воспитательной работе владимира чагадаева конфликты между бывшими силовиками в отличие от постояльцев других колоний происходят нечасто так как по его словам у них что-то осталось от дисциплины свободного времени у заключенных остается полтора-два часа в день в это время они могут сходить в местный клуб где находится актовый зал и библиотека православную церковь или тренажерный зал спорт в полицейских зонах обычно является очень важным занятием считается что любой уважающий себя силовик пусть и бывший обязан регулярно тренироваться чтобы поддерживать хорошую физическую форму однако посещать тренажерный зал могут только те заключенные которые не нарушают режим те зэки которые конфликтуют с другими осужденными или нарушают режим как правило отправляются в шизо в актовом зале по выходными праздникам проходят культурно-массовые мероприятия здесь же репетирует местный музыкальный коллектив б.с. в его репертуаре около 30 песен в том числе и собственного сочинения приоритете старый советский рок и военно-патриотические произведения большинство песен посвящено любви маме семье и дому за хорошее поведение и работу заключенного могут перевести в отряд с облегченными условиями содержания это здание больше похоже на общежитие чем на тюремное учреждение паркет приятного цвета обои жилые комнаты на четырех человек часы отдыха заключенные могут поиграть бильярд или посидеть оранжерею там живут попугайчики и черепаха мотя при облегченных условиях число посылок и свиданий увеличивается до шести если верить большому плакату в зоне то за облегченными условиями следуют условия адаптационные если заключенный продолжает оставаться прилежными добропорядочным то далее его могут перевести в колонию поселения венчает местный социальный лифт условно-дозрочное освобождение система предусматривает не только подъем вверх но и падение вниз за систематические нарушения правил осужденного могут перевести в отряд строгого содержания для этого отряда отведена специальная небольшая территория то есть осужденные ограничены в передвижении кроме того число посылок и свиданий сокращается в строгий отряд отправляются и те зеки которые пытались бежать бегут в основном из колонии поселения но были попытки уйти из зоны общего режима так со слов ветеранов однажды несколько осужденных сбежали через подземные коммуникации этот побег был успешным этих зеков до сих пор не нашли сравнительно недавно была попытка сбежать с использованием автотранспорта заключенный зацепился за днище грузовика и таким образом хотел выехать за территорию однако сделать это ему не удалось едят все обитатели исправительной колонии в общей столовой как заведено во всех зонах вилок в колонии нет ложка у каждого зэка своя персональная сотрудники столовой говорят что в процессе готовки учитываются даже религиозные особенности контингента при выборе мяса предпочтения стараются отдавать говядине чтобы не травмировать мусульман те в свою очередь стараются не подходить излишне строго к запрету на свинину на территории колонии работает медсанчасть где и зубной кабинет стационар для больных осужденных а также кабинет физической реабилитации в колонии действует два учебных заведения это средняя школа где осужденные до 35 лет не закончившие школу на воле учатся в обязательном порядке а заключенные в возрасте после 35 лет в добровольном за порядком в школе следит владимир дмитриевич прошлом генерал-майор работавший в москве в минюсте из шестилетнего срока за мошенничество он пока отбыл только год по словам владимира дмитриевича ученики зэки так же как и обычные учащиеся по окончанию школы сдают егэ прошлом году школу успешно закончила пять человек также при колонии действует пт у где идет обучение по пяти специальностям электросварщик автослесарь электромонтер токарь и крановщик сразу после основания колонии в 1957 году основным производством учреждения было литейное кроме того силами заключенных выпускались кровати санитарные носилки железные бочки затем красная утка освоила производство водозапорной арматуры потом начали делать картофелечистки и лотковые вагонетки сейчас производственный спектр не столь обширен наиболее мощный цех швейный здесь работают 180 человек но в скором времени количество сотрудников на этой мини фабрики планируют увеличить до 500 человек в швейном цеху делается рабочая одежда по контракту с гражданской фирмой каждые 10 дней с воли приходит машина чтобы забрать очередную партию за работу зэки получают сдельную зарплату так бригадир участка получает 5000 рублей в месяц деньги переводятся на его персональный лицевой счет заработанные в цехах деньги они могут потратить в тюремном магазине здесь продают продукты питания сигареты сканворды и предметы личной гигиены списке запрещенного алкоголь дрожжи пена для бритья так как находится под давлением скотч и лезвие для бритвы цены существенно выше чем в обычных магазинах среди других цехов связанных с более или менее квалифицированным трудом кузнечный где изготавливаются ограды для заборов декоративные решетки сетки для кровати и прочее кроме того на токарных станках в исправительной колонии вытачивают детали используемые в частности при производстве полувагонов на уралвагонзаводе помимо этого заключенные заняты измельчением резины и производством гранул из полиэтилена по словам начальника производственной части александра кузнецова работа усидельцев организована строго по кзоту рабочий день 8 часов работают по сменам есть у заключенных даже отпуска там тоже несколько облегченный режим например отпускники встают и ложатся вместе с другими заключенными но в течение дня могут прилечь отдохнуть из всего контингента зэков трудоустроить удается только половину остальные заключенные заняты на подсобных хозяйственных работах например на уборке снега это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам это было очень удобно если вы сейчас ставите лайк пене на какой-то момент antecedении будет прям темно и и не